приветствую вас уважаемые зрители рад всех снова вас видеть на моем канале и сегодня видео вы узнаете что за день в истории 4 марта для индекса s&p 500 поговорим о хороших и плохих новостях на минувшей неделе сделаем с вами новую покупку покажу вам мои дивиденды которые пришли мне на этой неделе и как обычно подведем итог моего портфеля и если вам интересно наблюдать за тем как я инвестирую даю вам советы по инвестированию то подписывайтесь и на мой канал и так сперва я вам расскажу что за такой день в истории 4 марта возможно большинство людей кто занимается инвестированием уже давно знают что это день рождения индекса s&p 500 s&p запустила свой первый фондовый индекс еще в 1923 году а его знаменитый индекс s&p 500 был запущен 4 марта 1957 года который стал золотым стандартом фондовых индексов сша снб это индекс состоящий из 505 крупнейших акций сша и он рассчитывается на основе формулы взвешенной рыночной капитализации в свободном обращении с момента своего запуска индекс s&p 500 принес общую прибыль без учета дивидендов в размере 6500 процентов опережая доходность 5600 процентов индекса доу джонс за то же время без учета дивидендов сам индекс s&p 500 показал среднегодовые темпы роста более 7 процентов также акции всех этих компаний и списка s&p 500 торгуются на самых крупных американских фондовых биржах таких как нью-йоркская фондовая биржа и nasdaq значение индекса отражает их суммарную капитализацию так как вес каждой компании в индексе пропорционален ее капитализации и этот очень популярный индекс конкурирует с таким промышленным индексом как доу джонс и снп заслуженно называется барометром американской экономики теперь давайте перейдем к новостям на прошедшей неделе и я пожалуй с самого начала начну с плохих новостей и расскажу что на этой неделе было зафиксировано потеря занятости в сфере строительства образование местного самоуправления образование правительства сша и горнодобывающей промышленности среди безработных число временно увольных феврале составила 2 и 2 миллиона человек что на 517 тысяч меньше чем в январе но на полтора миллиона больше чем в последний предпандемический месяц феврале двадцатого года также число постоянных потерь рабочих мест осталось относительно неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составила три с половиной миллиона но было на 2 и 2 миллиона больше чем в предыдущем году число длительно безработных тех кто не работает в течение 27 недели более практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4 1 миллиона но выросла на 3 миллиона по сравнению с предыдущим годом после этих не очень позитивных новостей я вам расскажу новости которые должны поднять экономику сша в ближайшем будущем согласно последним данным опубликованным бюро статистики труда сша феврале экономика сша увеличилась на 379 тысяч человек что является значительным приростом по сравнению с добавленным в январе всего 49 тысяч рабочих мест и после этой новости соответственно немного упал уровень безработицы которые в январе составил 6 и 3 процента а феврале уже составил 6 и 2 процента также долгосрочные безработные феврале составили 41 с половиной процента от общего числа безработных расскажу подробнее про рабочие места и большая часть в прошлом месяце пришлась на сектор досуга и гостеприимство который сильно пострадал во время большей части пандемии феврале количество рабочих мест в секторе увеличилась на 355 тысяч по сравнению с январем при этом примерно четыре пятых прироста в 286 тысяч приходится на предприятие общественного питания и питьевых заведений также увеличилась занятость в сфере гостиничного бизнеса и в сфере развлечений азартных игр и отдыха в годовом исчислении занятость в сфере досуга и гостеприимства сократилась на три с половиной миллиона рабочих мест или же на 24 процента на другим секторам в которых сообщалось о приросте рабочих мест относятся службы временной помощи здравоохранения и социальной помощи также розничная торговля и производство а теперь я вам предлагаю продемонстрировать дивиденды которые приходили мне на этой неделе сумма хоть была и небольшая но все равно приятно перейдем во вкладку операции выберем история финансов выберем дивиденды и мы видим что 2 марта нам пришли дивиденды в размере 7 злотых компании intel переводе на российский рубль это 140 рублей давайте запишем их мою таблицу берем компанию intel видим что дивидендная доходность в этой компании немного увеличилась теперь она составляет 2 и 38 процента начало весны меня очень радует так запишем сюда 7 злотых также запишем мои первые дивиденды за февраль месяц здесь мы видим в таблице что за предыдущий квартал было 111 злотых это примерно 220 рублей я надеюсь что по окончанию этого месяца у меня будет больше дивидендов а вы уважаемые зрители можете наблюдать за этим если подпишетесь на мой канал а теперь давайте перейдем к покупке на этой неделе я думал между двумя компаниями первая компания это пепси а вторая это банков америка данный момент цена на пепси было очень привлекательно такой же как полгода назад когда я покупал акции компании банков америка сейчас бьют новые рекорды я решил дождаться коррекции и немного позже докупить акции этой компании и поэтому переходим к покупке компании пепси нажимаем кнопку купить ищем здесь пепси количество штук я буду покупать 4 теперь посмотрим на инвестинге какая цена на пепси она составляет на данный момент 129 и 88 центов вписываем их сюда нажимаем да и купить теперь мне нужно подтвердить операцию с телефона видим что я подтвердил ее видим что мою заявку приняли и осталось только дождаться когда моя заявка будет реализована обновим страницу и мы видим что моя заявка реализована а теперь запишем новую покупку мою таблицу и давайте запишем дату когда я покупал это было 3 марта сумма покупки у меня составила 1977 злотых я знаю она составила меньше так как я покупал чуть больше двух тысяч так как брокер у которого я инвестирую пытается купить за меньшую цену чем я поставил и эту разницу возвращает мне на мой счет поэтому сумма стала немного меньше теперь сумма моего портфеля на воскресенье составляет 74 тысячи 433 золотого и моя цель выполнена на 18 и 61 процент также запишем общую сумму за март месяц и также впишем компанию которую мы купили в услуги и безалкогольные напитки здесь у меня две компании это кока-кола и пепси я купил 4 штуки добившимся 19 акций теперь у меня составляет пепси и кока-кола также можем наблюдать что рост портфеля у меня двадцать первом году начался очень значительно если это растущая тенденция моем портфеле продолжится то я думаю перевыполню план на конец года план у меня это чтобы сумма моего портфеля составляла не меньше чем 120 тысяч золотых я думаю это будет неплохой результат за полтора года инвестирования под конец видео я хочу вам показать как изменился мой портфель за минувшую неделю перейдем во вкладку портфель теперь вы можете видеть разницу в моем портфеле она составила 4000 в основном это покупка новой акции и в целом рост моего портфеля составил 2000 теперь давайте я вам покажу какие компании росли на этой неделе я немного это уменьшу и теперь вы можете наблюдать как изменилась цена акций в основном росли и все сектора но особо хочу выделить это нефтянка очень сильно так компания вановка выросла на 10 тысяч рублей европейский шел вырос на две тысячи рублей и тенте на 3600 рублей банков америка бьет новые рекорды и цена изменилась на четыре тысячи рублей даже как ни странно вырос боинг который тоже на четыре тысячи рублей и фармацевтическая компания джилет также выросла на четыре тысячи рублей мой верайзен который я покупал двумя неделя ранее немного сейчас находится в минусе чуть больше одного процента но на мой взгляд за телекоммуникациями от компании тенте пойдет вверх и компания верайзен и на этом мое видео подходит концу благодарю всех вас за просмотр надеюсь вам было очень интересно послушать новость и посмотреть на разницу моего портфеля подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новое видео а я с вам прощаюсь увидимся в следующем видео всем пока